Вы смотрите «Вечер во Владимире» и продолжает его телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Жизнь с ДЦП, жизнь особенных детей, так звучит наша тема сегодня. Разобраться о том, каково родителям особенных детей, кто может и должен им помогать, помогут сегодня наши гости-эксперты. У нас в студии председатель Совета Владимирской областной общественной организации «Арди Свет» Любовь Кац. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. И реабилитолог, инструктор АФК, координатор проекта «Мамина опора» Мария Шерафудинова. Здравствуйте. Дорогие телезрители, напоминаю, что наш эфир прямой, поэтому если у вас будут вопросы к нашим гостям или вы захотите высказать свое мнение по теме программы, звоните в телефон в студии прежней 44 40 47. Любовь, первый вопрос к вам. Может быть неправильно так говорить непосредственно к женщинам, но вы все-таки мэтр вот именно в этой сфере, давным-давно существует организация. Расскажите ваш путь, не все владимирцы знают, я думаю, что будет интересно. И теперь нашей организации будет 26 лет. И организация начала работать, на самом деле, когда было совсем немного ребят. Это были ребята, которые не посещали никакие школы, они просто находились дома. И тогда было такое понятие детей необучаемых. То есть им вот прям в карточках у них стоял как будто вот такой диагноз необучаемый. И ребята не ходили ни в какие школы, ни в садики. Сначала не в садики, потом не в школы. И они просто находились дома. В то время, вы знаете, революционные центры как-то не очень еще работали. И вот наша организация, мы несколько родителей объединились, чтобы дети не находились дома, а занимались и создали такую программу «Школа жизни». Ребята с ограниченными умственными возможностями. Но, конечно, все равно у них есть свой путь развития, у них есть свой потенциал. И, конечно, их с ними надо заниматься. Поэтому мы создали программу «Школа жизни». Ребята стали заниматься, стали показывать результаты. И первые ребята, это были ребята с такими заболеваниями, как синдром Дауна, детский церебральный паралич, ну и разные другие заболевания. А потом в организацию стали приходить все с большим спектром различных заболеваний ребята. И сейчас в организации ребята, детишки с рождения, и ребята 40-летние, 50-летние, есть люди с инвалидностью. Поэтому в организации уже много программ, больше 30 различных программ, направлений, куда могут обратиться родители с малышом, с самого рождения и в течение жизни. Ну вот вы говорите, тогда было немного ребят. Их было немного не потому, что их не было, ну их не существовало в городе и в области. Конечно, конечно. Их, кстати, ребят с инвалидностью было больше, чем сейчас. Потому что разные реабилитационные программы все-таки дают возможность ребенку уйти из инвалидности и вообще развиваться среди обычных сверстников. А вот тогда, там эти 26 лет назад, по сути, интернета как такового практически не было. Телефона не было. Представляете, и в наших программах, в наших помещениях, вот, например, вы знаете, что и пенсию тогда, кстати, задерживали на полгода, но родители, когда объединились и создали группы для занятий с ребятами, то зарплату платили сами родители педагогу. 50% скидывались мы, родители, хотя пенсию задерживали по полгода. Но где вообще родители брали деньги у друзей, у родственников и так далее, чтобы заплатить педагогу? А 50% мы ходили по спонсорам и оплачивали труд педагога вот таким образом. И на группу ребят было всего несколько карандашей, одна какая-нибудь ручка. Поэтому вот в одном из наших классов до сих пор парты, те самые первые парты... Можно уже в музей, музей открывать. Да, те самые первые парты. И некоторые родители говорят, давайте эти парты поменяем на новые. Но я всегда говорю, нет, это уже раритет. Конечно. Этим партам 26 лет, и они, причем они были списаны из одной школы. Но до сих пор нам служат. В общем, вот, очень даже хорошо. А вот, кстати, было у кого перенять опыт? Кто-то с вами делился опытом? Или это вообще как-то пришло само по себе идея объединения? Нет, это пришло само по себе, но потом, через несколько лет, мы познакомились с такими организациями, как ЦЛП Москва, Центр лечебной педагогики Московский, Центр лечебной педагогики Псковский. Потом стали появляться другие организации, потому что, ну, как бы вот, идеи, как всегда, не возрастают на каком-то пустом месте. Они всегда появляются из каких-то проблем. Была проблема, что ребята не обучались, ребята постоянно были дома. И поэтому это было во Владимире, это было в других городах Российской Федерации. И примерно в одно и то же время появились вот такие организации, как наша. А потом мы стали объединяться, делиться опытом. И до сих пор мы обмениваемся опытом. К нам приезжают наши коллеги из других городов, специалисты из соцзащиты, образования. Приезжают из других городов на стажировки. Сейчас уже вам можно обучать, по сути. Да, и мы так и делаем. И как раз вот завтра заканчивается президентский грант на то, что мы проводили стажировки. И перед этим, в течение нескольких лет у нас был президентский грант на то, что мы делили с опытом, проводили стажировки для специалистов, родителей, особенных детей. И чем еще наша организация, ну знаменитая, почему тоже к нам едут и президентские гранты, вот мы выиграли, что наша организация очень интересна в плане социального партнерства. То это объединение родителей, это объединение добровольцев. Обязательно нам помогают администрация города, области, депутаты, спонсоры. И вот объединение всех ресурсов дает замечательные результаты. Если говорить о том, как обстоит дело сегодня и как обстояло дело 20 лет назад, насколько поменялось по вашему опыту, насколько легче стало особенным детям и их родителям? Я считаю, что, конечно, стало легче. Но, во-первых, вот я уже сказала, что пенсию по полгода не выплачивали, раз. Сейчас пенсия приходит вовремя, в одно и то же время. Раньше мама, воспитывающая ребенка с инвалидностью, получала только пенсию. И 70 рублей было пособие по уходу за ребенком. Сейчас это пособие составляет 10 тысяч рублей. То есть мама не работает, это ее труд. Она водит ребенка на разные занятия. И вот это теперь вознаграждение 10 тысяч рублей. Но это почти уже минимальный размер оплаты труда. Вообще мы всегда говорим, что это должен быть размер минимальный. Оплата труда 12 тысяч рублей, но 10, это почти рядом. Поэтому, вот посмотрите, мама не работает. Мама воспитывает ребенка, мама его реабилитирует. Мама ходит с ним по разным занятиям. И это труд, очень большой труд. И он сейчас имеет вознаграждение. И когда мы начинали работать, вот я уже сказала, реабилитационный центр, можно сказать, был всего несколько на всю Владимирскую область. Детишек в реабилитационные центры принимали с 5 лет. Логопеды детей принимали с 5 лет. А до 5 что делает? А до 5, как будто он еще развивается, должен развиться. А вот в 5 лет, если он не развился, то приходите в 5 лет. А за то время, пока мы работали, мы всегда говорили, что чем раньше будет оказана помощь ребенку, семье, тем это лучше для развития ребенка и для, конечно, семьи. Поэтому сейчас реабилитационные центры принимают детей, сначала стали принимать с 3 лет, сейчас с самого рождения, работают программы ранней помощи. И, ну, вообще это заметно. Ну, в том числе и благодаря вашей организации, то есть двигали, да? Ну, конечно, всегда, вот я говорю, что родители, они же не отказались от этого ребенка, они с ним занимаются, они знают проблемы, они говорят, и мы это все доносим до департаментов, до депутатов, и это все реализуется. Есть звонок зрителя, давайте ответим ему. Алло, Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Велина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, у меня такой вопрос. Может ли ДЦП пройти сам без лечения или ухудшится, и можно ли его вообще вылечить? Про ДЦП спрашивают, кто прокомментирует? Ну, давайте я могу прокомментировать. Детский церебральный паралич, паралич, да? И, конечно, поражена двигательная система, и в нашей организации есть такие замечательные программы, как ипотерапия, лечебно-верховая езда, которая работает с 98-го года, плавание. Ребята занимаются в городском бассейне плаванием. И вот, например, мы с нашим сыном занимались такой программой, как плавать раньше, чем ходить. С самого рождения мы сразу стали плавать, стали заниматься массажами, развивающими играми. И, ну, вот конкретно на примере своего даже сына могу сказать, что после родов у него была прижата правая рука, болталась левая нога, голова не поворачивалась в одну сторону. И, конечно, путем различных занятий и руки, и ноги у него стали двигаться. Несколько ребят, которые были у нас на коляске и пришли на занятия, ходили на занятия по ипотерапии. Всего занятия у нас проходят два раза в неделю, по полчаса, вот для каждого ребенка. Но то, что, ну, уже не надо говорить, никому рассказывать, что такое ипотерапия, лечебно-верховая езда, то, конечно, вот ребята были на коляске, вот один молодой мальчик был на коляске, сейчас он ходит уже на костыликах. Другой мальчик тоже был на коляске, сейчас он ходит на костыликах. Конечно, ну, наверное, у многих ребят полностью, как бы, двигательные возможности не появились полностью, как у других людей. Но, тем не менее, увеличилась амплитуда движений рук и ног, появились какие-то новые движения. Поэтому, ну, вот наш опыт работы показывает, что улучшение есть. А что говорят врачи обычно родителям, допустим, детей с ДЦП у нас в России? Ну, я не знаю, что говорят, потому, ну, наверное, говорят, что надо заниматься с ребенком. Я так думаю, что, во всяком случае, так говорили, ну, много лет назад, что сейчас говорят, тоже, наверное, надо заниматься с ребенком, надо его развивать, надо заниматься всем, чем можно. Не буду по этому поводу больше раз мучить. У нас сегодня после рекламы к нам присоединится еще одна гостья, она как раз мама ребенка с детским церебральным параличем. Вот мы у нее как раз спросим, что ей говорят, да, что ей говорят наши доктора. Мария, вы реабилитолог, инструктор АФК, координатор проекта «Мамина опора». Вот что, непосредственно, чем вы занимаетесь, и вот если мы говорим сегодня о жизни особенных детей, здесь, как вы пришли ко всему этому? Ну, я пришла к этому 10 лет назад, случайно, никогда не думала, что буду заниматься реабилитацией, но это оказалось моим призванием. Сейчас у нас как раз реализуется тоже грант по поддержке семей с детьми с ограничением возможностей здоровья. Грант родился за чашкой чая, вот, как обычно. И мне хотелось очень помочь семьям, которые я знаю во Владимире, потому что реабилитация во Владимире все равно у нас на более низком уровне, чем в крупных городах. Я имею в виду сейчас именно физическую реабилитацию, и хотелось поднять ее на какой-то другой уровень. Вот, родился этот грант, и он уже действует 9 месяцев, прошли 3 курса реабилитации дети. Что именно делаете? У нас очень многогранная программа, у нас задействованы и родители, и дети. Мамы получают тоже поддержку в виде массажа и занятия АФК, то есть адаптивной физической культурой, с тренером, чтобы мама тоже была здорова, потому что здоровая мама, счастливая мама, это, соответственно, счастливый ребенок. Также мама имеет возможность поработать с психологом, чтобы свои какие-то внутренние проблемы решить. Тоже мы видим очень хорошие результаты, в том числе на детях. И дети получают у нас массаж, получают лечебно-физическую культуру, сейчас у нас добавилась мануальная терапия детская и тейпирование. И также у нас работает онлайн-курс «Мама-реабилитолог», потому что мама находится с ребенком максимальное количество времени, и между реабилитациями очень часто мы видим откат, потому что не может мама оказать таких же услуг, как реабилитолог профессиональный. И мы поставили перед собой цель обучить мам основу АФК, чтобы они могли между курсами поддерживать состояние ребенка. И удивительно, что именно те мамы, которые придерживаются всех рекомендаций, именно у них самые лучшие результаты. То есть в момент гранта у нас пошли три ребенка, причем один самостоятельно и двое, я думаю, что это будет. И сейчас у нас трое на подходе. Слушайте, ну вот, наверное, такие результаты – это самое приятное, что может быть, не говоря уже ни о чем. Но вот сейчас Мария рассказывает, да, вот маме массаж, маме АФК, я представляю, да, наверное, предполагаю, Любовь, наверное, вспоминает, как это было 26 лет назад, о маме, наверное, тогда и не думалось, да? Нет, почему? Всегда о маме думалось, потому что все-таки 70% пап покидают семью, где воспитывается ребенок с инвалидностью. Поэтому думалось не просто про маму, а думалось еще и про пап. И помощь должна быть оказана не только маме, но и папе. И она должна оказываться помощь и юридическая, и психологическая, и педагогическая. То есть и как заниматься с ребенком. И вот Мария правильно сказала, что у нас тоже мы показываем родителям, как проводить занятия дома, показываем и элементы массажа, и показываем элементы зарядки и так далее. И, конечно, обязательно юридическая поддержка, психологическая поддержка, потому что это важно. Ведь одной маме намного сложнее поднимать ребенка, чем в семье. И поэтому мы думали не только о мамах, но и о папах тоже. А вы о папах думаете? Ну что, для папы-то есть что-нибудь? Да, у нас есть семьи, где именно папа является основным человеком, который занимается с ребенком, который его носит, потому что если ребенок уже подрос, маминой спине это уже не по силам. И у нас есть семьи, где именно папе делают массаж и с папой занимаются, потому что он является основой. Но, знаете, вот сейчас, я тоже 10 лет в этом меньше, но я вижу, что сейчас отцы реже покидают семьи. То есть у меня очень много, знаете, у меня неполных семей, я вот даже сейчас так вот не вспомню неполную семью. И везде родители принимают очень активное участие вместе. И как раз мы вот психолога тоже, когда мы составляли программу, я очень наставила на психологе, потому что иногда какая-то недосказанность в семье есть. И психолог помогает семьям все это прожить и остаться вместе и радоваться жизни просто. Потому что это самое главное для семьи, просто радоваться жизни, радоваться своему ребенку. Насколько, вот если уж заговорили об этой теме, уходит папа, маме нужно принять, обществу опять же нужно принять. Ну, я думаю, что все согласятся, что общество сейчас стало более терпимее. Вот, допустим, если чуть-чуть назад, там, Мария, 10 лет назад, вы, там, 25 лет назад, отношение общества. Отношение общества, конечно, изменилось. Изменилось отношение детей к особенным детям. И если вот раньше наши ребята, например, встречаясь с обычными школьниками, то, ну, когда появились телефоны, то вот не побоюсь этого слова сказать, что школьники фотографировали наших ребят на телефоны, все это обсуждали. Сейчас, конечно, нет уже такого. У нас есть тоже совместные программы, праздники. У нас есть и Броссовый театр дружбы и добра, особенно детей и молодых людей. И ребята, театралы выступают для школьников, студентов, для жителей Владимирской области. Мы гастролируем по другим городам. Но и главное, наверное, и ваша заслуга в этом тоже есть, потому что благодаря вам, журналистам, и о том, что вы всегда по-доброму рассказываете про особенных детей, то, наверное, и общество меняется совместными усилиями. Ну, это прямо, Мария, ваша. Ну, однозначно. Вот сейчас... Вот 10 лет назад сталкивались с проблемами? Возможно, семьи приходили, жаловались, что там... Ну, я сама с этим сталкивалась. Я видела людей, я не знала, что с ними. То есть это мне было странно, как помочь, чем помочь. И сейчас тоже одна из моих миссий, это если меня спрашивают, все знают, чем я занимаюсь, я объясняю, как реагировать. То есть если ты можешь помочь, помоги. Сейчас тоже вот телевидение, мне очень нравится, что актеры об этом говорят. Это показывают на телевидениях, фильмы снимают про этих детей. То есть они есть, и с ними нужно жить. И они очень часто совершенно обычные люди. У меня очень много знакомых вот со старого места работы. Это те дети, которым сейчас по 24 года. Они поступили в университет, они закончили, мы общаемся. У них есть личная жизнь, дети. Причем очень... Вот раньше, если считалось, что пара должна быть обязательно, то есть оба человека должны быть с какими-то ограничениями, то сейчас такого нет. Сейчас больше вот упор на личностные качества человека. И тут очень все зависит от семьи. Если родители заложили ребенку, что он не такой, как все, но ничего в этом страшного нет. Самое главное – это личность и то, что у тебя внутри. Тогда ребенок с этим выйдет. И у меня есть, ну, тоже уже бывшие дети. Когда я с ними общаюсь, я себя чувствую неполноценной. Потому что у меня есть знакомые, которые живут более полной жизнью, на коляске даже, чем я. И я у них учусь. Я могу позвонить, спросить совета какого-то. То есть вот это примеры, которым я рассказываю, и в том числе родителям, с которыми работаю, чтобы это их вдохновило. Обязательно хочу спросить о поддержке, о поддержке государства. С одной стороны, то, что вы обе сейчас рассказываете о президентских грантах, это, в принципе, и есть та поддержка общественных организаций. Но если немного с другой стороны, то есть какие-то реабилитационные, там, я не знаю, средства, реабилитационные средства, там, коляски, лекарства, те же пенсии и так далее. Вот на ваш взгляд. Достаточно или недостаточно? Исходя из вашего опыта, из тех семей, которые приходят к вам. Здесь очень все неоднозначно. К сожалению, те, кто выписывают технические средства реабилитации, сидят в комиссии, очень часто они не понимают саму проблему. И в этих индивидуальных программах реабилитации выписано, да, все, что детям нужно. Но иногда выписывают ту коляску, которая ребенку не подходит. Ни по размерам, ни по его способностям. С лекарствами тоже все неоднозначно. Вот по моему опыту, опять же, по разговору с родителями, не все получается в срок. По пенсии вопросов нет. Ну, как бы все выплачивает действительно вовремя. Вот, конечно, хотелось, чтобы государство у нас все-таки более внимательно относилось, прислушивалось именно к родителям. Потому что сейчас основывается на европейский опыт, потому что я учусь до сих пор и буду учиться реабилитации всю жизнь. Я учусь сейчас у европейских специалистов и перенимаю их опыт реабилитации, где, во-первых, среда полностью создается для детей, чего у нас нет. Ко мне приезжала подруга буквально месяц назад на коляске. Мы ходили по центру города. Самая доступная среда у нас в городе. Она недоступная совсем. То есть нам приходилось и по дороге идти, потому что мы не могли спуститься с тротуара, где-то перейти дорогу. То есть доступная среда – это раз. Во-вторых, сейчас очень много средств реабилитации, таких как экзоскелеты, когда человек, который не может ходить, может наравне полностью с обществом существовать и не то даже может не будет подозревать, что у него экзоскелет. Это активные коляски, когда ребенок сам может передвигаться. Сейчас разработали коляску, вот ее в России внедряют. Это коляска-вездеход, который может преодолевать лестницы, на которую можно выехать за город, на природу. Но стоимость этой коляски неподъемна для родителей. Я очень надеюсь, что когда-то все это включат тоже. в индивидуальную программу реабилитации, тогда эти дети станут и взрослые тоже. Просто наравне со всем обществом. И как это говорится, что нет человека с ограниченными возможностями, есть человек с дополнительными потребностями, которые, к сожалению, особенно в городах периферии, не очень реализуются. Потому что все мои знакомые живут в Москве. Потому что там эта среда есть. У нас с этим проблемы. Ну, смотрите, проекта все-таки во Владимирской области. Ну, проектов много. Но это я во Владимире, поэтому он здесь. Свою задачу максимуму какой видите? Я хочу изменить вообще реабилитацию в нашем городе, поднять ее на европейский уровень. И у меня очень много планов и на новые проекты. Спасибо нашим европейским преподавателям, которые к нам приезжают. И они показывают нам, как нужно. Потому что они приезжают, смотрят на наших детей и очень удивляются. У них нет таких детей. Во-первых, реабилитация с первого дня, даже с первого часа жизни. Осмотр мануальным терапевтом, остеопатом. Работа даже с 500-граммовыми детьми уже работает мануальный терапевт. Постоянная диагностика. У нас этого нет. Пока нет. Пока нет. Это уже уровень медицины государства. Конечно, это уже сложнее. И у них диагностика, то есть у них уже к месяцу жизни ребенку полностью определяют реабилитационную программу. У нас в лучшем случае к году только поставят диагноз, а время упущено. Все правильно. Чем раньше начата реабилитация, тем больше потенциала у ребенка. К сожалению, самый у меня ранний ребенок был, это год и 8. А в основном это 5 лет, 7 лет. Пока мама это осознает, пока она придет к этим, найдет, где ей заниматься реабилитацией. Потому что вообще уровень реабилитации именно физической у нас в стране по сравнению с Европой очень низкий. Вот это вот прям факт. Я на этот вопрос тоже отвечу. Полностью с Марией согласна. И хотел сказать, что много в государстве уже делается, сделано. И какие стали реабилитационные центры для детишек, например, во Владимирской области, как они стали оснащены, это все есть. Но на самом деле не хватает ни ранней диагностики, ранее комплексная помощь, все-таки она появилась, она уже есть, но тоже еще не во всех городах, даже Российской Федерации, не во всех городах есть. А уж что говорить про какой-нибудь маленький город, явно, что там этого нет. И вот мы много лет всегда говорим, что чем раньше начата помощь ребенку, семье, то, конечно, это будет лучше для ребенка и для семьи. Поэтому полностью согласна. И когда вы задали этот вопрос, то же самое хотела сказать. Именно ранней диагностики. Вот здесь пока еще мы отстаем. Продолжим наш разговор после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите Телефорум. Напоминаю, наш эфир прямой. У вас еще есть возможность позвонить к нам в студию, высказать свое мнение по телефону 44-40-47. И к нам присоединилась Лидия Родионова, мама ребенка с детским церебральным параличом. Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте. Лидия, ну давайте расскажем, расскажите вашу историю нашим зрителям. Вот как быстро, вот мы перед рекламой как раз говорили про раннюю диагностику, что это очень важно. Вот как, когда вы узнали о диагнозе, как быстро вам поставили диагноз, вообще сама история? Мы вообще родились преждевременно. То есть у меня Арина из двойни, мы родились на 28-й неделе с срочным кесаревым, кило 100 и 36 сантиметров. То есть глупо было полагать в тот момент, что ребенок будет полноценным при таком рождении. То есть изначально было понятно, что у ребенка будут отклонения. Вопрос состоял, насколько сильные они будут и насколько они будут поддаваться лечению. В год однозначно мне ответил невролог на приеме, обычном приеме. В год проходят хирургов, ортопедов и так далее. Невролог мне сказал ДЦП. И тут уже, наверное, входит в студию моя личная реакция, реакция всех мам, что да нет, я вам не верю, все будет хорошо и так далее. В моем случае это было сразу понятно. То есть в год это было подтверждение, а официальная инвалидность нам поставлена в 2, если не ошибусь, в 2,1, по-моему, год. Но у меня ребенок и пошел в 2,10, то есть она в год, когда все детки ходят, она начала самостоятельно садиться, в год и два ползать, в год и семь за руку, аккуратненько, около кровати, буквально там метр-два. А отцепилась она от руки и пошла самостоятельно. Было 2,10, я очень хорошо помню этот день, это было лето, и она отцепилась и пошла. То есть в тот момент это уже другие совершенно эмоции, слезы, и я вообще не поверила своим глазам, что такое возможно. Что вам, вот после того, как поставлен официальный диагноз, что вам говорят, я тоже этот вопрос задавала, потом решили все-таки вам переадресовать его, что вам сказали врачи? Как лечить, лечить, реально ли лечить, будут ли изменения, вообще позиция докторов, что они вам обещают? В России детский церебральный паралич это неизлечимое заболевание. То есть вот как бы то ни было, мы можем помогать реабилитациями, массажами, ЛФК, различными занятиями. Сейчас мы на самом деле на достаточно хорошем уровне реабилитации. Но вылечить это заболевание невозможно. То есть в этом больше, конечно, я не профессионал, я не нейрохирург, но если в двух словах, в этом случае в мозгу нерв, он переломляется, и изменить, ну как бы нельзя обратно спаять этот нерв, который отвечает именно за паралич. То есть да, за рубежом есть методы, которые могут избавить от паралича, но это уже совсем другая история. То есть если мы говорим про российские методы, про нашу страну, то мы говорим только про постоянные массажи, физкультуры, занятия с дефектологами, то есть если у кого-то там задержка психоневрологического развития или речевого развития, только так. Это может более-менее облегчить жизнь таким детям. То есть, но вылечить однозначно нет. Сколько лет сейчас, Арине? Шесть. Шесть лет. Вы занимаетесь реабилитологами, дефектологами и так далее. Это государственная помощь, это какие-то общественные организации? Как это происходит? С двух до четырех лет, то есть последний раз мы были на реабилитации 1 сентября 2019 года, тут в связи с ковидом и с другими ограничениями в здравоохранении у нас, мы посещали именно центры. Мы ездили и в Решму, и в Ясентуки, и в город Калининград. И здесь у нас есть прекрасные центры, такие как Дом малютки, которые принимают там на полтора месяца, и великолепную реабилитацию проводят. После, в связи с ковидом, в связи с какими-то другими ограничениями, невозможностью другим областям, в другие ездить, например, как нижний, только за собственные средства. И это не дешевое удовольствие. И когда мы говорим о пенсии, она совершенно не позволяет давать реабилитацию, если самостоятельно, в полном объеме. Говорили также про отношения к детям, про отношения, я не знаю, на детской площадке, в конце концов, в детском саду, в детский сад ходите, да? Да. Вот, в детском саду, вот здесь, со стороны других мамочек, папочек. Честно? Да. Плохое. Ребенка обижают. Я не скажу, что оно на 100% плохое, и все дети такие грубые, жестокие, могут шпынять, там, толкать и так далее. Но я со своим ребенком чаще встречаю такое. То есть бывает, у нас не сильный порез. Он виден невооруженным глазом, но она передвигается, ходит, она не умеет бегать, она плохо прыгает там на одной ноге. Но я вижу косые взгляды. И если подтверждать мои слова про плохое отношение, мы ушли с занятий станцев. Ее обижали, ей не давали заниматься, и говорили, ой, у тебя не получается. Я не понимала сначала, в чем дело, почему ребенок плачет перед занятием. Потом она мне рассказала. То есть должного отношения, как мы хотим, как я, мама, такого особенного ребенка хочу, ну, к сожалению, не получается. Но это, наверное, проблема не детей, а все-таки родителей. То есть как мы проецируем на своих детей, как мы их воспитываем, как мы им объясняем, так это и происходит в жизни. Прокомментировать. Вот, знаете, вот как вы считаете, это все-таки, вы хотите отношение такого же, как к другим детям, или более щадящего, ну, вот на тех же танцах, допустим? Однозначно такого же. Такого же? Такого же. Мой ребенок, я не хочу, чтобы она знала, что она особенная. Это не дает ей привилегий. Поймите меня правильно, я не жестока. Нет, я именно в этом и задавала. Да, хочу, чтобы мой ребенок развивался полноценно наравне со всеми. То есть если она полноценно ходит в детский сад, там, я не знаю, изучает английский, рисует песком, я не знаю, то есть на уровне занимается с детками, если есть отставание в развитии, да, но тогда есть другая группа для этого, но ни в коем случае, ой, ты моя хорошая, у тебя там что-то не так. Ну, я воспитываю по-другому ребенка. И я не хочу ей давать ослабление. Ну, а на тех же танцах, там, вы не подошли к тренеру. Подходило. Это невозможно. То есть один человек, когда 30 детей, не может на это повлиять. Проводились собрания. Но в тот момент проще было уйти. Вы как считаете, бороться надо или уйти? Ну, вот даже если вот просто вот в такой ситуации, вот танцы, да, казалось бы, просто секция. Ну, вот наши ребята с ДЦП тоже, ну, школьного возраста, младшего школьного возраста, постарше, ходят на разные спортивные занятия в обычной секции, ходят на музыку, на танцы. Ну, да, у них что-то не получается, но я думаю, что, наверное, все-таки надо было найти какой-то компромисс, договориться, или, может быть, еще все-таки самой оставаться на этих занятиях, как бы тоже показывать пример ребенку. такой у нас тоже, кстати, практикуется, ну, вот в наших программах, когда родители обязательно, родители, если надо, помогают ребенку, еще у нас помогают добровольцы, если надо, нужна помощь. Поэтому я думаю, что, наверное, ну, в данной ситуации, если, ну, как бы, проще, если нужно было уйти, они ушли, но, наверное, тогда сейчас надо посмотреть другой кружок, и обязательно пойти в другой кружок. Но, вот вы сказали, в России не предлагают операцию, поэтому вы решили, выбрали Америку. Немножко неправильная формулировка, не предлагают операцию. В России мы ищем сами возможности. Так же, как получилось в США. Я совершенно чудесным образом попала к реабилитологу из Казани, который мне посоветовал эту клинику. И посоветовал только после успешного оперирования, своих пациентов. И я начала разбираться во всем сама. И когда сейчас я пытаюсь найти поддержку, потому что сумма внушительная, мне отказывают и предлагают альтернативу в России. Но если говорить более, давайте детально в цифрах, здесь врач, который практикует в России, в Питере, у него 35 успешных операций, то туда, куда собираемся мы, 8 тысяч успешных операций за всю свою практику. Ну и выбор сам собой нарисовывается. Но в России эти делают операции? Эти делают операции, да. То есть в Питере делает один врач, Ляпин его фамилия. Но когда мы говорим о статистике, вопрос уходит. если сделать эту операцию, то она уберет спастику в ногах навсегда. То есть именно тот нерв, это операция на спинной мозг, который соединяет пораженные участки мозга с ногами, он перерезается. То есть это вообще там под микроскопом делается, ювелирная работа, как говорит сам врач. Перерезается, спастик пропадает. Дополнительно они предлагают сразу же вмешательство в мышцы, в ногах, для того, чтобы сравнять ноги. То есть у кого какие проблемы, у кого там подвывихи, у нас множество их. Самое главное это разной длины ноги. То есть они сразу операцию ортопедическую, месяц реабилитации после, и мы возвращаемся уже совершенно другими людьми. Ну что ж, да, было бы глупо сейчас спрашивать, какова у вас задача максимума. Задача максимум для вас сегодня это собрать денег, выехать в Америку и сделать там удачную операцию. Ну что ж, желаю вам, чтобы это обязательно произошло и произошло как можно быстрее. Спасибо. Любовь, задача максимум для вашей организации. Вы, естественно, нам периодически о них рассказываете, и каждый день эти задачи выполняете, но я думаю, будет не лишним еще раз, в том числе и для поддержки всех тех мам особенных детей еще раз их озвучить. Ну вот сегодня как раз проходят всероссийские соревнования по конному спорту, по программе специальная олимпиада, и наши ребята, четверо ребят, в том числе и ребята с ДЦП, выехали на эти соревнования, а один наш молодой человек, он вообще входит в сборную России по конному спорту, по программе специальная олимпиада. Поэтому я сегодня пользуюсь эфиром, желаю нашим ребятам привезти золотые, серебряные, бронзовые медали, а лучше, чтобы все были золотые медали. Все ребята в разных категориях выступают, потому что у всех разные физические и умственные возможности, и они все выступают в разных категориях, поэтому я им всем желаю привезти золотые медали. И наша программа «Максимум», конечно, это жизнь наших ребят после нашей жизни. Ведь на самом деле ребенку с ограниченными возможностями, а потом молодому человеку, уже взрослому человеку, все равно нужна поддержка, сопровождение. И у нас есть учебные квартиры, сопровождаемые проживания, где мы учим ребят жить самостоятельно. У нас есть квартиры постоянного сопровождаемого проживания. И мы говорим о том, что скоро у нас откроется еще одна квартира сопровождаемого проживания, меняется вообще жизнь, меняются наши ребята, и мы готовы в этом им помогать. Спасибо большое. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда можете посмотреть и прокомментировать на нашем сайте вариант-в.ру. На сегодня это все. С вами была Елена Панина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова